В Шымкенте во время беспорядков пострадали 60 человек. Информацию подтвердил первый заместитель Акима города Шингас Мукан. С различными травмами в больницы были доставлены военные, полицейские, а также жители города, которые пришли посмотреть на происходящее на площади. Как сообщили в полиции, террористы использовали огнестрельное оружие и бросали камни. Камеры уличного наблюдения запечатлели автомобиль без номеров, который подвез оружие. Молодые люди разобрали его из багажника и направились в сторону Акимата и торгового центра метро. Последний был разграблен. Сейчас провокаторов задерживают. Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки. После них они теряли контроль над собой. Мы призываем родителей, чтобы следили за молодежью, чтобы они не нарушали закон. Сейчас в мегаполисе подсчитывают ущерб от беспорядков. В городе повреждены не только административные здания, но и объекты бизнеса. Напомню, пострадал выставочный центр Кюрме, здание Казахского театра, а также дворец Туркестан и прокуратура. Точная сумма ущерба в Акимате еще не подсчитана. Коммунальные службы начали устранять последствия беспорядков. Местные власти заявили, что ситуация стабилизировалась. Массовых скоплений людей и фактов мародерства сегодня в городе не фиксировали. Несколько государственных зданий и объекты бизнеса пострадали. Сейчас причиненный ущерб посчитывается. Сейчас в городе все спокойно, волноваться ни о чем. Всех жителей просим сохранять спокойствие и стабильность в городе.